Продолжается процесс века, обвинение Улюкаева во взятках. Почему это процесс века? Потому что в России, даже не процесс века, а процесс нескольких веков, за всю историю российского государства ни разу ни одного министра не судили за взятки. При Сталине министров расстреливали за то, что они шпионы, вредители, троцкисты, кто угодно. Но о взятках для министров речь никогда не шла. Насколько я знаю, это первый случай в истории России вообще, чтобы министра судили за взятки. Разобраться, в чем там дело, довольно трудно. Значит, Улюкаев заявил, что он требует, чтобы Сечин пришел и дал показания. Сечин ответил, что повестки в суд он не получал. В общем, требует Улюкаев этого дела, и визита Сечина в суд, и очной ставки. Или говорит, что требует, это разобраться не так-то просто. В конце концов, если бы Улюкаев и его адвокат действительно этого требовали, у них, наверное, есть какие-то средства. Ну, скажем, я не буду давать показания, пока не придет Сечин, ну и так далее. Тем не менее, таких решительных жестов Улюкаев не делает. А в суде была опубликована запись, которая велась в офисе Сечина. Значит, согласно версии прокуратуры, министр Улюкаев вымогал у Сечина взятку 2 миллиона долларов за то, что он подпишет документы о приватизации башнефти компании Роснефть Сечина. По записи, которая прозвучала в суде, понять, в чем дело, довольно трудно. То есть, версия о взятке идеально ложится. Там речь шла о каких-то, значит, сборах и что-то такое. Версия о взятке идеально ложится на эту запись. С другой стороны, никаких прямых разговоров о вымогательстве и никаких прямых разговоров о деньгах там нет. С третьей стороны, деньги помечены, и вроде бы на руках у Улюкаева есть та же самая краска. В общем, что все это означает, понять невозможно. Все-таки вообразить министра Улюкаева, который пересчитывает купюры от взятки, довольно трудно. С другой стороны, запись есть, показания есть. И вообразить, что Сечин все это просто выдумал, и что ничего подобного не было, тоже довольно трудно. Но самое удивительное, как вообще Улюкаев, будучи в здравом уме, мог вымогать взятку у Сечина. Сам Улюкаев по этому поводу очень разумно говорит, что политический вес Сечина несопоставимо больше, чем мой политический вес. Как же я мог у него что-то вымогать? Он бы меня в порошок стер. Если Улюкаев это говорит, если он это понимает, то зачем он это делал? Что, находился в состоянии наркотического опьянения, что ли? Версия Улюкаева в том, что Сечин его соблазнил этой взяткой, спровоцировал на эту взятку. Ну, не знаю. В общем, какими будут результаты суда осудить, конечно, не приходится рано очень. Суд, я думаю, продлится еще много месяцев. По логике вещей, большого срока Улюкаеву дать не должны. Потому что, если арест министра за взятки и суд над ним – дело неслыханное, то министр, министр экономики, который годами сидит в тюрьме, ну, это просто что-то совсем уж за грани. А с другой стороны, если доказан факт такой крупной взятки, то как можно Улюкаеву дать условный срок или, там, зачесть предварительное заключение? Кстати, это предварительное заключение было под домашним арестом. Я не знаю, это вообще зачитывается или нет. Это очень трудно тоже понять. Но факт заключается в одном. Какими бы ни были юридические и личные последствия для Улюкаева, это, конечно, первое – колоссальной скандальности дела. И второе – это, конечно, сильный удар по так называемому либеральному крылу правительства. Улюкаев был не просто министр-либерал, ближайший друг Гайдара и так далее. Улюкаев по характеру очень брутальный, сильный человек. И поэтому то, что его выбивают из этой обоймы, выбили уже из этой либеральной обоймы, это, конечно, сильный удар по либеральному крылу правительства.